Здравия всем, дорогие друзья! В данном ролике вкратце поговорим о философии Гераклита. Гераклит Эфесский, древнегреческий философ, жил в период с 544 по 483 год до нашей эры и оставил после себя учения, полное глубоких размышлений о природе бытия и изменчивости мира. Гераклит был известен своим отшельническим образом жизни, и его философия отражала пессимизм по отношению к человеческой природе и обществу. Его прозвали темным из-за сложного стиля письма. Гераклит предпочитал выражать свои идеи в форме коротких и загадочных афоризмов, которые требовали от читателя глубоких размышлений. Философ критиковал общество за его невежество и поверхностность, и был убежден, что большинство людей живут в состоянии духовной слепоты. Отказавшись от предложенной ему власти, Гераклит предпочел уединенную жизнь. Гераклит считал, что основой мира является вечная борьба противоположностей, мир-арена, на которой противоположности, такие как холод и тепло, влажность и сухость, жизнь и смерть, находятся в постоянной борьбе друг с другом. Однако эта борьба не приводит к хаосу и разрушению, а наоборот, создает порядок и гармонию. Война – отец всего. Все вещи рождаются из конфликта, и война действует как творец и разрушитель, обеспечивая динамику и изменения в мире. Гераклит учил, что все в мире находится в состоянии постоянного движения и изменения. Вражение «все течет» стало одним из самых известных его афоризмов. Даже самые стабильные вещи на самом деле находятся в состоянии постоянного изменения. Нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Река остается рекой, но ее вода постоянно течет и меняется. Так же и человек, входя в реку, меняется с каждым мгновением. Наше «я» в один момент времени не идентична нашему «я» в другой момент времени. Эта идея стала фундаментальной для многих последующих философских систем, включая диалектику Гегеля и философию процесса Альфреда Норта Уайтхеда. Гераклит отвергал идею о том, что космос был создан богами или каким-либо божественным существом. Вместо этого он предложил идею, что мир управляется вечными законами и принципами, которые существуют независимо от богов и людей. Эта идея подчеркивает автономность и самодостаточность природы, а также ее способность к самоорганизации. По Гераклиту первоосновой всего сущего является огонь. Он считал, что огонь – это первичный элемент, из которого происходят все остальные вещи, и в которые они в конечном итоге превращаются. Огонь для Гераклита символизировал постоянное изменение и преобразование, что является ключевой чертой его философии. Логос у Гераклита – это универсальный закон, принцип которой управляет миром. Это нечто большее, чем просто слово или речь. Это разум, который пронизывает все сущее и обеспечивает порядок в мире. Люди могут познать Логос, но для этого необходимо преодолеть собственные страсти и предубеждения, чтобы увидеть мир таким, каков он есть на самом деле. Логос играет центральную роль в философии Гераклита, объединяя все его основные идеи и предоставляя ключ к пониманию мира. Он является источником порядка в изменчивом мире и позволяет нам понять, как из хаоса и борьбы противоположностей может возникнуть гармония. На этом все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте переходить по ссылке в описании и подписываться на меня вконтакте. Также по ссылке в описании вы можете сделать добровольное пожертвование нашему каналу. Всем добра, любви и процветания. До новых встреч!